Шведский стол. Все включено, а еще развлечения на любой вкус. Теплое море и веселые вожатые. Таким запомнится это лето почти для 3000 школьников из Коми и 300 подростков из подшефных ровеньков. В Черноморской Зорьке подводят промежуточные итоги этого сезона. В 2022 лагерь полностью перешел республики. Теперь здесь ждут больших перемен. Впрочем, это вопросы взрослых. У детей своя насыщенная жизнь. Из Анапы Дарья Волокжанина. Пятый отряд выходит на берег и строится в колонну. Плюс 35 на солнце. Вода, как парное молоко. Свою очередь на купании в Черноморской Зорьке соблюдают. Ведь чем заняться всегда найдется и в море, и на берегу. Вот компании из ухтинцев, воркутинцев, сыктывкарцев и ребят из ровеньков. Замок получился крепкий, как наша дружба, говорят подростки. Конкурс и интересы. Алистезные ребята. Кальмары вкусные. Свои 12 лет Владислав Ильин дальше родных ровеньков никуда не выезжал. А здесь получилось настоящее путешествие. Сначала на поезде, потом на автобусе. И вот она, долгожданная встреча с морем. Первый раз на море. Она такая теплая, она такая чистая. Пляжный волейбол, веселые старты, удобные лежаки и зонтики. В первое время многие школьники проходят акклиматизацию как физически, так и психологически. Свои медики, психолог всегда готовы помочь. И, конечно, всегда рядом вожатые. Самый первый день, когда дети приезжают сюда, мы с ними проводим минимальные игры на знакомство, для того, чтобы они поняли, где они находятся. Даже если им нужно, допустим, медпункт или еще какие-то средства купить, мы сразу об этом им сообщаем и при необходимости помогаем им во всем. То есть на протяжении 24 часов мы находимся рядом с ними, всегда готовы им помочь. Сами дети признаются, программа настолько насыщенная, что забывают даже про мобильные телефоны. Только в этой смене в лагере больше полутысячи ребят. 137 школьников приехали из Ревеньков в Луганской Народной Республике. Это предпоследний заезд. В сентябре здесь официально закроют сезон. У нас два раза сменялся педперсонал, в плане того, что мы друг друга заменяли, а до этого готовились целый год. У нас около 65 сотрудников педперсонала в смену. Это как и вожатые студенты, которые прошли обучение, либо практиканты. Помимо этого у нас есть дежурный пережим у наших воспитателей. Кроме того, есть организационная группа, которая полностью отвечает за досуговую программу. Можно с уверенностью сказать, что 200% мы сделали классное это лето для детей из Республики Коми и детей из ЛНР. А еще в этом году Черноморская Зорька стала доступной и для семей с детьми-инвалидами. Для них организовали четыре заезда. Все расходы на себя взяла Республика. Это, наверное, по большей части для ребенка. Это очень хорошо. Спасибо организаторам. Но мы рады, потому что климат все нас устраивает. В планах регионального Минобранауки сделать Черноморскую Зорьку лагерем круглогодичного пребывания. Но для этого необходимо решить ряд коммунальных вопросов. И первым делом привести в порядок систему отопления. Восстановить котельную и подготовить корпуса к зимовке. А еще построить крытый бассейн. Дарья Волокжанина, Виктория Палкина, телеканал Юрген, Анапа, Краснодарский край.